И все, и переходим к нашей сегодняшней теме. Уважаемые коллеги, маленькое дополнение и приветствие тем, кто будет смотреть у нас в записи, и небольшое обращение, особенно для тех, кто будет смотреть запись. Когда вы смотрите запись на канале YouTube, любых вебинаров Директ Академии, не забывайте ставить лайки тем вебинарам, ведущим, темам, которые вам наиболее интересны, полезны, понравились. Это не просто эмоциональный отклик, это и средство учета, и такого рейтингования тем и ведущих. Он будет влиять на дальнейшее планирование наших вебинаров, наших тем, треков формирования. Чем больше лайков, во-первых, тем чаще будет доступен и видна эта запись этого вебинара, и на основании этого будет приниматься решение, будем ли мы развивать эту тему дальше или будем ее как-то трансформировать. Поэтому про это, пожалуйста, не забывайте. Ну а сегодня мы поговорим о возможностях, о некоторых лайфхаках, таких хитростях, о камнях преткновения и как их преодолеть при оформлении рабочих программ дисциплины. Ну и совсем, конечно, без нервов и потерь нам вряд ли здесь удастся обойти и все-все-все, но хватить, естественно, за столько лет. Короткое время вебинара просто не успеем и не сможем. Поэтому сразу говорю, в методические какие-то глубины, аспекты мы сегодня заходить не будем. Я оставила свою часть чисто оформительскую и покажу вам просто некоторые хитрости, которыми пользуюсь сама и которыми преподаватели нашей кафедры пользуемся. Особенно, когда на нас сваливается огромное количество рабочих программ дисциплины и необходимость их быстро привести в соответствующий вид во время различных проверок, аккредитации. Ну наверняка с этим сами сталкивались. Когда к завтрашнему дню, к 8 утра надо по шестим направлениям, по четырем дисциплинам, а то и больше, привести все РПД в порядок. И вот есть мелочи, вроде бы большие методические вещи, большие вопросы. Мы решаем быстро, а вот на каких-то мелочах начинаем запинаться, спотыкаться. И на это, как ни странно, уходит гораздо больше времени, чем на какие-то содержательно значимые вещи при составлении РПД. Ну вот сегодня по таким мелким деталям, небольшим нюансам, которые нам могут встречаться, но которые можно преодолеть, вот мы сегодня с вами и поговорим. Значит, первый момент, на который хотелось бы обратить внимание, это хорошо бы собрать такую папочку скорой помощи, быстрой помощи, что должно быть всегда под рукой, когда мы начинаем работать с РПД. Кстати, коллеги, когда те, кто оформляет РПД, я так понимаю, в основном это преподаватели этим занимаются. Не у всех есть автоматизированные системы в УЗИ. Я знаю примеры, когда вся основная работа, она делается автоматически, это делается силами метод отделов, но не всегда и не везде это есть. Иногда все, приходится основную работу делать преподавателям. Вот коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики или напишите в чат, у кого нет вот такой автоматизированной системы, когда вам просто присылают шаблоны, говорят там, проверьте, да, когда все формируется автоматически на уровне методического отдела. Вот у кого нету такого, что вот вам присылают, вот образец в ордовском файлике, вот необходимые документы, а теперь сами по образцу сделайте в ордовском файле, да, и начинаются мучения и страдания. О, у многих, у многих так вижу. Ага, вот про автоматические, автоматизированные, да, по образцу, то есть нам присылают образец, и мы сами ручками это все делаем. Вот скорее наш сегодняшний вебинар для таких случаев. Если есть интерес, я в конце вебинара еще раз этот вопрос задам, просто подумайте сейчас, если есть интерес познакомиться с возможностями автоматизации этого процесса на уровне вуза, да, там может быть отдельных отделов, факультетов, вы мне, пожалуйста, до безумия, Сидор Василь, да, до безумия ручками в ночи мы это все делаем. Вот если есть желание познакомиться, а как в других вузах это автоматизируется, вы мне в конце вебинара, я еще раз спрошу, вы мне, пожалуйста, пометочку сделайте. Есть такая идея провести встречу с теми представителями вузов, разработчиками различных платформ обучающих, где это уже предусмотрено, где нам вот это вот все ручками делать практически не придется. Очень интересные примеры, сама с ними недавно познакомилась, и вот хотелось бы такой вот вебинар провести, чтобы посмотреть, а как это может быть. Поэтому в конце вебинара вы мне скажите, интересно, мы его сделаем, если нет, то не будем, будем искать сами. Наталья Георгиевна, да, пошла рефлексия в чат, еще 40 раз меняют, пока делаешь. Не то слово, а самое обидное, знаете, что когда все сделано, 327 рабочих программ, это был наш рекорд на двоих, с преподавателем нашей кафедры мы сделали за очень короткий срок, практически лишившись ночного сна, вздохнули с облегчением, а через неделю буквально нам сказали, ой, сверху пришло, что все поменялось, надо изменить все, то есть все опять заново. И вот это, конечно, очень страшное дело. Что мы можем здесь предпринять? Кстати, очень много моментов связано именно с таким техническим оформлением. 2018 года в моей жизни не было, Светлана Васильевна, у вас не было только 2018 года, у меня не было лет трех, наверное, потому что получилось так, что работая в двух вузах, я попала по две аккредитации параллельно в двух вузах. И вот я столкнулась, так что три года вычеркнуто из жизни. И я столкнулась тогда с тем, что в каждом вузе свой шаблон. Да, общие, они отличаются, они очень сильно отличались друг от друга, поэтому приходилось работать не просто в одной системе, которая постоянно менялась, а в двух шаблонах, которые еще по 40 раз менялись. И это было, конечно, ужасно. И, естественно, какого-то общего шаблона я сегодня показывать не буду, вот единого верного для всех, к сожалению, его нет. Поэтому в каждом вузе оформление идет по-своему. Но есть общие моменты, на которых мы можем немножечко сэкономить времени и, соответственно, избежать каких-то дополнительных стрессов. Вот про эти моменты мы и поговорим. Они очень часто, поэтому я и выбрала такую тему, это вот в основном связано с оформительскими вещами, на чем мы можем сыграть. Что должно быть под рукой? Ну, во-первых, мелкие детали для большой работы. Обязательно три документа у вас обязательно должны быть, когда нам не просто присылают РПД, и вот вам образец, и сделайте, чего, где брать, откуда брать. Каких-то элементов нам хватает, начинает не хватать, и начинается затрата времени, переписки с метод-оделом, чего-то дослали, чего-то не дослали. Поэтому обратите внимание, вот эти три составляющие у вас обязательно должны быть по каждому направлению, по которому вы пишете РПД. Учебный план в ГОСы под рукой. Иногда их присылают в некоторых ВУЗах прямо из метод-одела, или дают ссылку на них, а иногда говорят, Google в помощь, да, погуглите, найдете. В интернете есть все, да, они есть действительно в интернете, но надо еще на это потратить время и найти правильный в ГОС. Тот, который нужен, а не тот, который найдем мы. И обязательно матрица компетенций. Может называться по-разному, но вот эта вот матрица компетенций очень важная штука. Откуда мы берем эти компетенции, которые потом в своих РПД расписываем? Мы их не придумываем сами. Это должна быть общая матрица, из которой мы уже выбираем те, которые относятся к нашей учебной дисциплине. И смотрим, иногда требуется прописывать взаимосвязи. В первой части РПД, когда мы пишем связь с другими предметами, да, вот эти междисциплинарные, потребуется для изучения нашей дисциплины, потребуется знание по каким-то дисциплинам. Вот здесь как раз нам матрица помощи. Или полученные в нашей дисциплине знания понадобятся вам при изучении таких-то дисциплин. Вот как раз по матрице компетенций мы можем посмотреть, где мы по компетенциям, с какими дисциплинами пересекаемся, да, и, соответственно, вот это вот принять тоже к сведению, тоже упрощает формирование вот этой первой части рабочей программы дисциплины. Структура РПД практически у всех одна и та же. Отличаются только наполнение, вот этот самый шаблон. У кого-то в табличной форме, у кого-то расписывается текстом, у кого-то буллетом, да, списком идет. Но, в принципе, все основные части, они одни и те же. Ну, потому что, да, проверяющие по одним и тем же элементам. И в ГОСы, где их искать, я вам даю сразу ссылочку на этот сайт. В презентации она есть гиперссылкой. Откуда брать, чтобы не рыскать везде и всюду? Прям вот ссылочку себе прям сделайте даже, когда формируете материалы для работы. Не знаю, какая мне удобна такая структура, общая папка, например, называется там РПД или аккредитация и так далее. И там сидит несколько папочек в одной исходнике, то есть то, что мне присылается. Во второй папочке у меня сидят готовые программы, то есть отработала здесь и сразу переложила ее в готовый. Тогда я не путаюсь, какой из файлов уже готов, где нужно что-то докорректировать. Если присылают на... из которой я уже делаю, отсылаю все это в методическое управление, в метод-отдел. Если мне присылают на доработку, он, соответственно, автоматически попадает в папочку вот сюда на доработку. Я уже точно знаю, какой объем мне предстоит выполнить. И есть еще третья папочка, вот куда я собираю, например, вот такие полезные ссылки. Там в ГОС, ЭБС и прочее. Если это один файлик, можно обойтись без папки, можно сделать один файлик вордовский или экселевский, но полезные ссылки, куда быстро можно перейти, туда собрать. Ну, здесь у меня еще всякие инструкции по оформительским делам, подсказки, они тоже сидят, поэтому маленькая папочка. Совершенно простая структура, но это позволяет как-то не запутаться в том объеме, который на нас падает. Что отослали, что не отослали. Так что разделяйте сразу. И вот эту ссылочку как раз в эти полезные ссылки можно поставить. На что обращать еще внимание? Для чего нам еще нужен учебный план помимо часов и наполнения РПД? Очень такой простой момент, очень простое действие, но которое преподаватели иногда забывают выполнять. Вот сейчас нам вернули три РПД на срочную доработку, не те компетенции, коды те, а формулировки компетенций не те, что нужны под определенное направление. Где-то преподаватель ошибся. И мы поняли где. Вот как раз в этой части, когда искал ВГОС, для того, чтобы выбрать оттуда формулировки компетенций и сопоставить их, преподаватель говорит, а я все по ВГОСу сделала. Пожалуйста, когда начинаете работать с тем, чтобы вот так вот не возвращали на доработку, а теперь нужно переработать все, соответственно, все компетенции, все знания, умения, владения, безумное количество работы предстоит. На пустом месте возникла проблема. Обращайте внимание на титульном листе учебного плана, когда направление, профиль даже не столь важен, нам важно направление, код и название. И вот это вот образовательный стандарт ВГОС. От какого числа? Ошибка преподавателя была в том, что открыла ВГОС, нашла в интернете, но не посмотрела, не обратила внимания на то, что это другой год. И, соответственно, возникла ошибка. Поэтому сверяйте, когда открываете ВГОС. Даже те, которые вам присылают из метод 1, такое тоже было, прислали не тот ВГОС. Пришлось его вот по сайту потом выискивать нужный, добывать. Не тот ВГОС, не от того числа, не от того года. И, соответственно, внутри могут быть расхождения в компетенциях. Вот маленький момент, но очень такой важный. Поэтому перед самым началом проверяйте всегда по титульному листу, чтобы у вас было вот это совпадение. И некоторые моменты чисто оформительские. Про них мы, многие из них мы рассматривали в нашем предыдущем, одном из предыдущих вебинаров, когда говорили про форматирование для письменных работ. Вот эти же моменты очень важны и для нас, когда мы работаем на ДРПД. Подробно на них останавливаться не буду, просто напомню. Здесь будет подсказка, а более подробно можно будет посмотреть вебинар, запись, где мы говорили уже более подробно. Автосохранение. Настройте сразу автосохранение и выберите, вот здесь обращайте внимание, когда откроете, через какое время у вас стоит промежуток. За какой период у вас сохраняется ваш наработанный текст. Ставьте как можно меньше, минут пять. Чтобы все вот это, что мы вымучили, написали в шаблон, внезапно млигнул свет и у нас пропало все, и надо теперь все заново переделывать. Чтобы у нас не возникало такого. Если и пропадет, то только части работы за последние пять минут, но не больше. И все автосохраненные версии всегда можно будет найти и посмотреть вот здесь. Да, раздел управления версиями. И всегда можно вернуться к предыдущей, либо одной из предыдущих версий. Восстановить этот документ. Поэтому эту функцию не забывайте. Очень часто у нас из-за нее возникают проблемы. Если у вас РПД значительно большой, а мне разные сейчас попадаются РПД в разных вузах по-разному. Где-то 10-12 страниц, у нас, например, около 40. То есть там подробно расписано все, включая типовые задания для текущего контроля успеваемости. Все методические рекомендации очень подробно описаны. И там где-то страниц 40 у нас получается. Я не знаю, коллеги, если у кого-то есть еще такие большие объемы РПД, тоже в чат мне просигнайте, кто еще так же подробно пишет. Там на 20-30 страниц или это только мы так расписываем. Ну и если у вас большой объем, то нам понадобится автособираемое содержание. Не забывайте, как правило, оно уже на 80, да. Светлана Владимировна, Васильевна и Зоя Владимировна, да, вот просто коллеги. И вопросы, все-все-все расписывается туда. Да, да, где-то 50-70 новый формат в ГОС-3-2+, он посложнее в части компетенции. Но сейчас вот по новым шаблонам часть вот этих из 80 страниц она убирается. Стало поменьше, стало около 40, 40-50 уже полегче. Но если там есть автособираемое оглавление, значит, вот мы его тоже разбирали. Также настройка стилей, вот на что обращать внимание, если вам придется его обновлять. Или вы внутри будете что-то исправлять в самих заголовках, чтобы у вас стили сохранились. Как это делалось, мы смотрели тоже на предыдущем вебинаре. Просто обратите внимание, вот этот кусочек нам тоже может понадобиться, чтобы потом у нас еще и оглавление не расползалось. Также из предыдущего вебинара. Избавление от лесенок и дефисов при копировании из PDF. Важная вещь, как избавиться вот от этого и вот от этого, так чтобы у нас получился вполне приемлемый текст. Из вгосов, они чаще всего в формате PDF. Когда мы копируем оттуда формулировки тех же компетенций, они иногда начинают разъезжаться. Вот есть хороший способ. Можно через конвертеры, но обычно мы делаем это из PDF документ, перевести вордовский. Но обычно мы это делаем, когда работаем с большими текстами, а здесь небольшие кусочки. Но вот это вот ручками исправлять тоже не очень хорошо. И мы можем сразу все исправить, используя замену. Как это делалось, мы тоже подробно разбирали через функцию замены в ОРДе. Это мы тоже на вебинаре разбирали. Просто посмотрите эту запись. Там мы подробно это все рассматривали. Но это тоже важный вот такой маленький инструмент, который нам пригодится. И из полезных горячих клавиш, что обязательно нам должно быть, у нас должно быть. Вот это вот. Вернуть случайно стертый текст. Частенько бывает, когда торопимся и спешим. Стерли. Ой. Есть простое сочетание клавиш, которое нам позволяет это быстро восстановить. Ну, копирование нескольких фрагментов – это вещь известная. И быстрое выделение больших частей текста. Мы это тоже рассматривали на нашем вебинаре. Смотрели даже ролик там был. Как это сделать? Вот когда нужно убрать из ОРД большой кусок, например, таблицы, вот мы сейчас убирали, где расписывалось формирование компетенции по уровням. Пороговый, базовый, продвинутый и так далее. Вот этот кусок, сказали, не надо. Вот это надо убрать. А там наполовину РПД. Убирать кусочками или сделать, применяя вот эту функцию, быстрое сочетание клавиш и скрунинг, где-то минут пять сэкономить можно точно. И проще. Второй, один из сложных моментов, с которым мы сталкиваемся при форматировании – это устранение разрывов. Коллеги, с разрывами возникают проблемы. Вот кто пишет, форматирует свои РПД между таблицами, вот как вот здесь, например, у нас таблица закончилась, а новый раздел начинается со следующей страницы. А нам говорят, нет, возвращает. Вот у вас здесь должен начинаться раздел, делаете два отступа, два пробела и начинаете свой раздел. А у нас начинается с новой страницы и никак не убирается. Либо в таблице идет таблица, потом разрыв в полустраницы, потом она продолжается. Сталкиваемся с таким. Поставьте просто плюсики в чат. Бывает, если разрыв был. Ага, бывает. Вот. Есть, сталкиваемся. Иногда бывает его не просто убрать. Иногда бывает его очень сложно убрать. И часто сталкиваюсь с тем, что преподаватели не всегда знают способы, которыми мы можем это быстро сделать. И начинаются мучения. Вроде бы я убрала, от чего он у меня опять вернулся. Есть предыдущее форматирование. Есть разные способы, как можно с этим справиться. Я вам покажу просто несколько. Опять же, для себя и для коллег, если вдруг будут возникать такие сложности. Казалось бы, маленький камушек, но на нем можно потерять очень много времени. Я вам покажу несколько способов. А там уже можно выбирать или пробовать разные, для того, чтобы справиться с этой проблемой. Есть несколько возможностей. Через скрытые знаки, через черновик, через абзацы, путем замены и таблицей. Пятый пункт – это когда мы имеем дело с разрывами в таблице. То есть формат по образцу. Хорошая, кстати, клавиша, которой хорошо пользоваться. Но внутри текста, когда у нас шрифты разные, немножко форматы отличаются. Но имейте в виду, что он выставит тот образец, который вы ему зададите. Вы ставите курсор в то место, который мы берем за образец. У вас появляется вот такой вот значок рядом с курсором. И потом вы выделяете курсором, выделяем какой-то фрагмент текста, который должен соответствовать этому образцу. Но если у вас здесь был список, а вот здесь в образце нет, то он вам список уберет. Он сделает ровно по тому образцу, куда вы поставили курсор. Поэтому не всегда он нам здесь помощник, но при форматировании текста – да. Как устранять разрывы? Самый простой способ – это посмотреть скрытые знаки. Как ни странно, многие преподаватели пользуются таким студенческим способом. Сделать разрыв, перенести на следующую страницу, просто поставить пробелов, и вроде бы оно ушло на следующую страницу. Но если мы что-то добавляем или убираем в тексте, у нас это все расползется моментально. Но тем не менее, иногда еще вот так вот разрывы ставят. И разрыв бывает двух видов. Вот такой рукодельный, когда мы ручками сами настраиваем, а бывает пробел автоматический уже. Разрыв, прошу прощения, разрыв уже автоматический. Там надо уже залезать в стиле ворда. Его сложнее убрать, но тоже можно. Ну, это самое простое. Смотрим, есть ли у нас какие-то знаки. Если есть, просто делитом их выделяем, убираем, у нас все выстроится правильно. Ну, вот здесь в нашем примере их не было. Все правильно, никаких лишних знаков нет. Второй вариант, как можно это сделать. Если нам нужно сохранить разрыв, но начать новый раздел с той же страницы. Вот есть во вкладке разметка страницы, переходим во вкладку разметка страницы, выбираем разрывы и делаем вот так. Вот у нас образец, как оно будет. Разрыв должен убраться. Если он здесь стоял и разрыв раздела, то он у нас, вот этот он у нас уберется. Раздел будет новый, но с той же страницы. Если и это не помогает. Вот это, кстати, очень хороший способ, прям, можно сказать, номер один. Абзац. Выбираем абзац или правой клавишей мыши. Переходим на вкладку. Пропускаем отступы интервалы. Открываем вкладку в открывшемся окне положение на странице. И вот здесь запрет висячих строк. Оставляйте, чтобы у вас галочка стояла. Это значит, что если остается одна строка, которая не умещается на страницу, она переходит на следующую. Ну, это не очень красиво, поэтому ставят вот такой вот значок запрет висячих строк. Смотрите, чтобы он у вас просто оставался, его случайно не убрать. Иначе будет очень красиво в документе. И смотрим вот этот вот раздел. Разбивка на странице. Вот здесь должно быть пустое окошко, галочки не должно стоять. И чтобы впредь, если она стоит, ее убираем. И чтобы впредь это не повторялось, вот сюда ставим галочку «Не разрывать абзац». Нажимаем «Ок» и у нас текст должен подтянуться наверх. Это вот этот разрыв убирается. Еще один вариант, как можно увидеть этот разрыв. Через черновик. Открываем вкладку «Вид», выбираем черновик. И в черновике он нам покажет, если где-то стоят вот эти разрывы на текущей странице, разрывы разделов, он их нам покажет вот такой вот серой чертой, и будет написано «Разрыв страниц». Убирается в одно действие, в один клик, ставим курсор, выделяем эту серую полоску, «Делит» и все, разрыв у нас убирается, текст опять же подтягивается наверх. Вот у нас здесь между текстами был большой разрыв внутри текста, вышли на черновик, увидели, что здесь стоит разрыв разделов. И просто его убрали, вот у нас текст стал красивенький, как положено. Между таблицей и текстом, и внутри таблицы. Вот здесь я вам сейчас попробую... Так, ага. И вот здесь я вам сейчас покажу маленький ролик. Давайте посмотрим, как это можно убрать, вот в нашем примере, который у нас был. Вот она, наша таблица, и большой разрыв после нее. Но разрыв может стоять и внутри таблицы. Как убрать разрыв внутри таблицы? Выделяем... Сейчас попробую нажать на паузу. Выделяем... Не обязательно всю таблицу, можно просто одну строчку. Так, чтобы у нас открылся наверху. Вот с желтеньким выделено, видите, конструктор и макет. Вот нам нужен макет, чтобы выделились инструменты для работы с таблицей. Выбираем макет. Идем направо, свойства таблиц, налево, свойства таблиц. Вот здесь она между вкладками «Главная» и «Вставка», свойства таблицы. Открываем их и выбираем вкладку «Строка». И дальше, смотрите, вот здесь, видите, что мы сделали? Мы убрали галочку. Здесь стояла галочка «Разрешить перенос строк на следующую страницу». Мы ее снимаем, нажимаем «Окей». Иногда нужно пройти по всей таблице, нажимая вот эту вот предыдущую или следующую строка, посмотреть, чтобы их не было. И тогда вот этот разрыв внутри таблицы у нас с вами убирается. Чтобы убрать вот этот разрыв между таблицей и текстом, точно так же мы выделяем вот этот весь кусочек таблицы. Вот этот пустой и текст. И дальше переходим в абзац, как мы уже делали. И здесь обратите внимание, обязательно выделить вот тот кусок, разрыв, который мы хотим убрать. С новой страницы у нас окрасилась синеньким цветом, значит, там стояла галочка. Нам ее нужно снять. Что мы делаем? Мы нажимаем на этот синий квадратик, у нас появляется галочка, становится активной. Мы ее убираем, он должен стать белым. И окей, все, у нас текст выправился и подтянулась наверх. Если у вас нет разрывов внутри таблицы, то вот эту первую часть можно не делать, а чисто через форматирование абзаца. Вот как мы делали с вами в предыдущем примере. Вот здесь. Вот через вот это. Елена Алексеевна, плохо видно на ролике имеется в виду или на слайде? Вы мне напишите, пожалуйста, где плохо видно, на слайде или в ролике? Если было плохо видно на ролике, коллеги, не волнуйтесь, я эти скринкасты, ролики с вебинаров собираю в такую видеотеку. И в конце я вам тогда, вы мне просто напишите, если нужно, я вам дам ссылку. Они всегда у вас будут под рукой, всегда можно будет посмотреть, пересмотреть и вернуться к нужному моменту. Это материал, который у нас... Ссылку надо. Хорошо, Наталья Георгиевна, обязательно дам. Да, хорошо, хорошо сделаю. Просто не всегда хорошо получается, вот видно, с вебинара. Там больше возможности открыть на полную страницу и посмотреть. Но это вот такой вот простой, казалось бы, момент, но о котором мы в спешке можем забыть, как, чего, куда, какие способы есть. Поэтому я вам вот эти вот подсказки оставляю. Это действительно очень просто, но не всегда в ситуации стресса и ограниченного времени мы все это можем рассмотреть, вспомнить. Что здесь можно несколько способов попробовать. Кстати, их можно пробовать разными. Не сработал один, смотрим другой. Обязательно срабатывает. Хорошо, дам ссылку в чат. И еще один момент. Это вот то, что касается таких элементов форматирования. А, еще одну вещь я вам покажу. Наверное, попозже по книговыдаче, откуда брать литературу и как про ссылки, да, как вставлять на электронные ресурсы. Это чуть попозже покажу. А сейчас я вам хочу показать одну вещь, которая нам очень здорово помогает. Роспись компетенции и ЗУВ. Каждую компетенцию мы расписываем по знаниям, умениям, владениям. Да, вот в самом начале РПД второй, по-моему, раздел у нас идет. Там, где мы вот это вот должны все расписать. Компетенций много, соответственно, знаний, владениям, умений еще больше. Как минимум три на каждую компетенцию. Кстати, здесь, коллеги, не переусердствуйте. Не надо делать на одну компетенцию шесть знаний, восемь умений, девять владений. Это умереть не встать. Потом все это вот распределять по темам, по уровням формирования, в тематическом плане прописывать по темам. Это, конечно, очень трудоемкое дело, поэтому слишком не дробите. Опять же, на рекомендации своего метода отдела, естественно, в первую очередь ориентируемся, но узнайте минимальное количество, сколько здесь должно быть. Может быть, вам достаточно, вот как в одном ВУЗе мне сказали, да нам достаточно, чтобы одно знание, одно умение, одно владение, все. Ну, максимум два, больше не надо. А в новых шаблонах, когда мы переходим на ВГОС 3.2+, у нас появляются еще индикаторы компетенции. Это не просто компетенция, а еще индикаторы формирования этой компетенции. И потом мы прописываем опять знания, умения, владения, но уже не к самой компетенции, а к этим индикаторам. А их для одной компетенции может быть и 3, и 5, и 10. И вот представьте, сколько у нас этих знаний, умений, владений в результате получится. Если мы еще под каждый индикатор их по 5 штук будем писать, вся наша жизнь превратится в одно сплошное РПД. Поэтому даже и для старого образца, когда мы к одной компетенции это расписываем, не надо слишком много. Возьмите самое основное, пропишите их, хотя бы их. Но даже и здесь, Светлана Васильевна, по поводу уменьшения, кстати, ЗУВ, это не мои слова, это слова нашего начальника методического отдела. Не делайте много, потому что потом методисты, которых 3 человека на весь ВУЗ, вот это все должны перепроверить. Если преподаватель сам в этом блуждает и умирает, то представьте, что творится с методистами. Хорошо, если вот этот процесс выбора знаний, умений, владений, компетенций, индикаторов, он автоматизирован, в некоторых ВУЗах это стараются делать, а если нет, что мы здесь можем сделать? Я вам сейчас покажу одну вещь, одну идею, которую я реализовала для себя. Сейчас вот для кафедры делаю такую базу, чисто на общественных началах, но это то, что реально помогает сократить и очень значительно время, и нервы, и силы. И не запутаться. Вот как у нас, например, выглядит роспись компетенций. Вот у нас идет одна. У нас в табличной форме, мне это нравится, когда в табличках очень-очень так хорошо. Вот идет компетенция, ее код, и вот пошли роспись знаний, умений, владений. Специальных выделила вот этим желтеньким. И вот смотрите, здесь у меня три умения к этой компетенции, я их сокращаю, оставляю два, переформулирую. Но вот эти формулировки уже на совести автора, то есть преподавателя. А лучший преподаватель, который ведет занятия по этой РПД, или ее еще и сам разрабатывал, а потом актуализирует, лучше его содержание не знает никто. Методист может оценить по формальным признакам, по формулировке. Но вот содержатель, насколько здесь, как это эти три умения ужать до двух, и каким темам привязать, это лучший преподаватель не знает никто. Поэтому уж как ни крути, но вот эту часть все равно изначально придется делать самому автору, самому преподавателю. А вот потом уже из готовых РПД, проверенных и одобренных, это можно уже включать в базу. Дальше мы эти... И вот смотрите, видите, у меня здесь стоят... В некоторых ВУЗах этого не требует, у нас это требуется. Ставится обозначение, там знание 1, знание 2, вот они под каждую компетенцию, но они расписываются для каждой компетенции, но, как бы сказать, в едином списком по всей этой табличке. То есть есть у нас вот две компетенции, например, и здесь знание, где-то у нас знание 1 потерялось, знание 2, здесь уже будет знание 3 и так далее. То есть знание, также умение 1, 2, потом там 3, 4, владение, и вот так вот они прописываются. Для чего это делается? Потом очень удобно вставлять вот сюда, в коды формируемых компетенций. Не просто прописывается код компетенции, а еще и вот эта часть. Ой, это, конечно, безумно тяжело, это невыносимо начинаем пищать, зачем это нужно, но при проверке это очень хорошо срабатывает. Когда и для нас, кстати, для самих, потом на уровне формирования фонда оценочных средств, я понимаю, что вот здесь, в этой теме, я формирую вот это знание из компетенции ОК-2, вот это умение и вот это владение, а еще где-то здесь было одно умение, которое я в этой теме не формирую, оно вот здесь у меня всплывает. И, соответственно, когда я потом формирую фонд оценочных средств, подбираю и составляю задания для определенной темы, мне легче, вот используя эту табличку, эти моменты учесть, чтобы потом у проверяющих во время аккредитации проверок ни к нам, ни к ВУЗу вопросов не возникало. А как вы здесь формируете? А что вы формируете? Такие вопросы очень часто возникают. И вот это автоматом не переписывается. То есть мы такую работу делаем. Но я сразу говорю, в некоторых ВУЗах этого не делают, просто пишут коды компетенции. Два варианта могут быть и так, и так. И вот для того, чтобы правильно вот это расписать, ничего не забыть, никаких знаний, умений, ни кодов, никакую компетенцию по дороге не потерять, да, вот из, перенося из вот этой таблички вот сюда, очень хорошо помогает, во-первых, когда мы переносим, помните, у нас был, когда про форматирование Word говорили, еще одна полезная функция, там ролик у нас тоже был, и эти клавиши я вам привозила, разделение на два окна в одном документе. То есть я верхнюю часть закрепляю там, где мне идет роспись, а внизу вот этот тематический план, я его двигаю и, соответственно, смотрю, и копипастом просто переношу нужные вот эти коды со всеми деталями. Вот это очень удобная вещь. То есть я не делаю два файла, не открываю их в двух окнах, да, я работаю с одного окна, но закрепляю как бы вот эту верхнюю часть, и тогда у меня какое-то цельное видение образуется. Но дальше я придумала, попробовала для себя, когда идет особенно очень большой объем, вот этих РПД, разные вкусы, разные компетенции, разные формулировки, разные ЗУФ, но в какой-то момент начинаешь понимать, что они начинают повторяться. Вголосы разные, коды могут отличаться, а формулировки совпадать. Значит, знания, умения, владения, ну, в рамках одной дисциплины, они, их можно скопировать. Дисциплина одна, компетенция одна, способ формирования один, отличие только вот коды разные, не УК-5, а УК-7, вот и вся разница. Но это же легче взять, скопировать и поставить. Ну и, соответственно, в учебно-тематический план, второй РПД, вот эту вот часть, откуда ее взять, как это увидеть. И вот тогда я сделала себе такой навигатор. Прошла несколько этапов, наверное, все этапы от ручной росписи до автоматизации этой системы. Очень здорово помогает сориентироваться, и даже когда потом передавала своей коллеге вот это вот, вот это вот волшебное, это целая тетрадка, показываю ее. Со всеми компетенциями, по всем дисциплинам, по которым я разрабатывала, писала и актуализировала РПД. Здесь очень просто. Название направления для себя, если есть профиль, то профиль. Кстати, попалась мне тетрадка для изучения слов иностранного языка, она идеально подошла под такой ручной навигатор. А дальше я просто, коротко, конечно, с сокращениями, написала формулировку компетенции, ее код. Вот здесь я расписывала темы из тематического плана. Они по одной дисциплине, по тайм-менеджменту, например, они везде у меня для бухгалавриата, они одни и те же. И, соответственно, вот эти знания, умения владения, я их расписывала по темам. Вот у меня вот такой вот в сжатом виде навигатор по компетенциям, по знаниям, умениям, владениям, он уже сформировался. Именно вот такой вот навигатор. И вот здесь я когда заметила, что они начинают повторяться, я их стала сюда дописывать, что вот в этом направлении это ОК-5, здесь ОК-4, здесь ОК-5. А вот эта вот компетенция полностью соответствует ОК-6, но по направлению психология. Значит, соответственно, когда я... Вот здесь очень удобно, цельная картина вырисовывается учебно-тематического плана. Удобнее здесь раскидать вот эти знания, умения, владения, понять, что куда относится, а потом их уже перенести в тематический план. Если у вас этого не требуется, и вот такой привязки нет, а вы в тематическом плане просто указываете код компетенции, на всякий случай просто посмотрите, как вариант. Если вдруг потребует в 41-й раз вот это сделать, вот она идея, как это можно сделать. И работает очень шикарно. А вот здесь у меня ОК-2, она формируется в двух темах, во всех остальных нет. И, соответственно, мне легче уже потом проверять по тематическому плану, все ли у меня хватает, все ли там правильно. И вот такая вот подсказка, шпаргалок остается. Потом у меня возник вопрос, это же можно как-то автоматизировать, потому что сами формулировки вот этих зубов я не вижу. Все равно мне приходится искать эту РПД, открывать второй файл, оттуда копировать, сюда переставлять, и вообще увидеть, совпадают ли эти формулировки. Может быть, там что-то и не так. Коды формулировки компетенции совпадают, а вот зубы-то совпадут или нет. Потом я попробовала это все загнать в ордовский файлик, чтобы интеллект-карту... Я вам сейчас еще лучше штуку покажу, Вера Валерьевна. Интеллект-карт не очень удобно. Очень много вот этих элементов. Ну, в принципе, по большому счету, вариант интересный. Такой первый навигатор в виде интеллект-карты, может быть, да. Сначала в ордовский файлик пробовал табличной формой, неудобно. Пробовала в Excel. Excel как-то вообще мимо меня прошел перед следующим этапом. Если кто-то попробует сделать в Excel что-то похожее, я вам сейчас просто идею показываю, как это было у меня. Вы можете что-то свое попробовать сделать. Тогда поделитесь, пожалуйста, как это у вас в Excel получилось. У меня сразу произошел переход на такой автоматизированный навигатор по росписи компетенций. На сайте, на своем сайте, не вузовском, я сделала вот такую штуку. Я выбрала табличку, в табличной форме, простая табличка. Направление подготовки, код компетенции и формулировка этой компетенции. Это я вам маленький кусочек показываю из той базы, которая и есть, такой демонстрационной, скажем. И сделала, мне помог мой программист настроить это все, именно оживить, скажем так, эту систему. И сделала выбор по направлениям, можно выбрать направление и по формулировкам. Прямо вот сюда забиваю формулировку, нажимаю выбрать, и он мне показывает. Ну, например, ОК-5. И отсюда я могу перейти и посмотреть сами знания, умения владения. Выбираю формулировку ОК-5, вот у меня все расписано, расписано по темам. Соответственно, мне легче в РПД, и в конце, вот общим форматом оно у меня описано. Вот оно описание. Беру, вставляю в РПД, вот у меня уже готово. Вот такая база компетенций, которая есть. Как это работает? Сейчас я вам просто покажу вот эту вещь. Вот я выбираю направление. Например, мне нужно по направлению психология. Смотрю компетенцию, или вот по всем направлениям. Вот экономика. Вот смотрю способность к самоорганизации, самообразованию. И вот так вот я могу посмотреть все компетенции, которые есть по данному направлению и выбрать. По формулировкам. Если мне нужно найти знания, умения, владения для какой-то компетенции по ВГОСу, например, для менеджмента. Я просто набираю сюда хотя бы несколько слов из формулировки этой компетенции, и он мне показывает сразу, где, в каких РПД, по каким направлениям у меня эта компетенция уже расписана. И дальше, то есть вот мне нужно найти для своего направления вот эту вот компетенцию, способность к самоорганизации. Я помню, что она где-то у меня уже есть. Чтобы не искать в разных РПД, вот я пользуюсь таким выбором. И он мне сразу показывает, в каком направлении, где сидит эта компетенция. И, соответственно, я могу сразу к ней уже перейти. Вот она, да, совпадает формулировка. Я перехожу уже к этой компетенции и спокойно оттуда выбираю, копирую простым копипастом. Выбираю вот из... Да, вот мы переходим. Формулировки могут совпадать, коды нет. Вот я перехожу, открываю саму компетенцию. Вот у меня вся роспись здесь присутствует. Я выбираю нужное и в конце просто копипастом копирую и вставляю. Ну, вот если два умения, вот они здесь у меня как раз записаны. И с тематическим планом очень удобно работать. Я вижу не только вот эти коды и аббревиатуры, но и содержание самих вот этих росписей, знаний, умений, владений. Беру, копирую и вставляю. Вот и все. Вот более простой такой способ, чтобы не тратить на это время. Светлана Васильевна, Наталья Геннадьевна, это рефлексия по поводу вебинара или по поводу РПД, который нам приходится вот так вот делать? Просто прошу прощения. А, по поводу РПД. Я уже испугалась. Что же мы делаем? Согласна, коллеги. Вот полностью согласна. Чем мы занимаемся? На что мы тратим треть жизни? Вот для этого я как раз и... Ой, спасибо, Светлана Васильевна. Вот как раз для этого я вот этим и занимаюсь, чтобы освободить себе время, чтобы освободить себе вот эти нервы, чтобы у меня хотя бы одна пятая жизни на это уходила. Но без этого никак, к сожалению, уж никуда не деться. Но раз уж приходится этим заниматься, то как-то автоматизировать, как-то сделать этот процесс более быстрым, более упрощенным. И вот эта вещь, она реально помогает. У меня на переделку одной РПД, если раньше уходила там от получаса до нескольких часов, ну, в зависимости от количества, да, моментов, то вот с этой базой у меня где-то, если вот актуализации, просто надо, просто-просто надо поменять компетенции, да. Ну, поменять компетенции, это значит, поменять и вот эти знания, умения владения. Вот в идеальном варианте, когда у меня совпало из четырех компетенций, три уже где-то там у меня внутри были, у меня ушло 20 минут. Переделать РПД. 20 минут. Хотя перед этим, если ручками и все сначала, заново продумывать, прописывать, это час-два и более. Можно делать такой навигатор, вот так же это можно автоматизировать, это можно, это я делала сама, это никакие суперпрограммисты, единственное, что мне вот коды помогли прописать, потому что я не кодер, я не программист, я это не смогу сделать. Но вот продумать вот эту связь, как вводить, как выводить, как будет состоять база, из каких элементов, это все пришлось сделать. Да, он простой, да, это не идеальный вариант, но по крайней мере затраты времени и вот этого вот нервного состояния реально помогает избежать. Реально эта вещь работает. Можно ли такое сделать в Excel? Я сразу говорю, этап Excel перескочила, поэтому если кто-то сделает или попробует сделать в Excel или вот эти вот связки и они будут работать, пожалуйста, поделитесь, это просто вот вещь, которая нужна просто всем. Если кого-то заинтересует вот эта вещь автоматизированная, вы мне тоже напишите, пожалуйста, можно в личку, можно в группу, у нас на Фейсбуке есть группа, там «Библиография для небиблиограф», туда тоже можно. И я вам тогда просто покажу уже вживую, через демонстрацию, например, экрана, и если реализовать это вполне можно. Платформа, сразу скажу, это на Битриксе сделана, на сайте под Битрикс, и если у вас в УЗИ есть Битрикс, и вы захотите вот такое сделать, и вам разрешат, или свой сайт на Битриксе есть, пожалуйста, здесь готовы оказать помощь. Это можно сделать, это мы уже настроили. Но вот такой вот простой вариант с поиском уже существующих знаний, умений и владений, и потом просто их раскидывание в нужную РПД, а иногда и есть возможности скопировать, особенно если учебно-тематический план совпадает, то, что мы и делаем. Вот это реально помогает, реально сокращает затраты времени. И еще один момент я вам сейчас хочу показать. То есть вот с этой вещью мы немножко разобрались и стало, честно скажу, полегче дышать. Что еще должно быть под рукой? Книгообеспеченность. На поиск литературы, составление это уже прям совсем близко к нашей теме. Список источников по ГОСТ раньше 2003, теперь по ГОСТ 2018. Посмотрите, режим доступа уже переделывается в URL по правилам описания электронных ресурсов. И откуда брать книги? Ну вот из электронной библиотеки или из библиотеки ВУЗа, и еще ЭБС, которыми мы пользуемся. ЭБС могут быть разные. Я вам покажу просто на примере университетской библиотеки онлайн. Есть такая возможность. Посмотрите, если вы пользуетесь университетской библиотекой, я вам сейчас эту возможность покажу. Если пользуетесь другими, посмотрите там. Там наверняка это тоже есть. Сервис книгообеспеченности, УГС или УГС, каталог УГС. Укрупненные группы специализаций и направлений. Где это находится? Это находится в каталогах, вот здесь. Когда заходим в электронную библиотечную систему, выбираем каталог, главное, и здесь будет список каталогов. Каталог ББК, УГС и еще профильные. Вы выбираете не ББК, вы выбираете УГС, УГС. И попадаете в этот каталог. Чем он хорош? Во-первых, откуда попадают туда списки литературы. Там они уже группируются по специальностям и направлениям подготовки. Вот это очень удобно. То есть не надо рыскать по всей библиотеке, по куче каталогов. Я зайду сюда, я посмотрю первым делом здесь. Потом уже пойду рыскать, если не найду. Откуда попадает литература? Из РПД вузов. Кстати, кто у нас подписчики ЭБС, университетской библиотеки онлайн? Там есть такая функция проверить РПД. Не пренебрегайте ей. Загружайте свои РПД. Чем больше мы РПД загружаем, а там же у нас есть уже какие-то списки литературы, тем больше наш пока еще молоденький искусственный интеллект, который нам вот это все формирует и подбирает, быстрее будет учиться. И меньше будет ошибок при выдаче. Или он будет, если нет литературы, он может выдать что-то, на его взгляд, подходящее сюда. Мы говорим, а вот, он неправильно выдал. Ну, потому что он учится. Потому что мы свои РПД туда не загружаем. Ему учиться-то не на чем. Поэтому загружайте РПД, проверяйте их. И на той литературе он уже будет понимать, ага, вот это надо, вот это надо сюда отбирать. Вот под эту редкую дисциплину вот такие книги нужны. Издания добавлены пользователем в сервисе книгообеспеченность. То, что мы сами добавляем, он на этом тоже учится. Ну и автоматический подбор на основе анализа метаданных содержания книг. Он думает, что вот это может нам пригодиться, и он это тоже туда может добавить. Но в любом случае делается выборка. Ну и, конечно, наши библиографы тоже там работают, не подкладая рук и мышки клавиатуры. Вот как выглядит каталог УГС. Вот мы в него перешли. Здесь идут названия направлений и коды. Можно по коду, можно по названию направления. Выбираем то, что нам надо. Например, вот выбрали математика и механика. И у нас открывается вот такое поле. Здесь мы можем найти, если мы знаем по автору и названию, тип издания можно ввести. Здесь вот галочки, где стоят. Открывайте списки и смотрите, что мы ищем. Учебник, учебное пособие, монография, чего нам нужно. Если есть ББК, то есть. Если нет, то уровень образования. Вот это тоже хорошая вещь. Что у нас, для какой РПД мы ищем литературу? Это СПО, это бакалавриат, это магистратура, это специалитет. Выбираем, он уже часть отсеет ненужного. Дальше выбор по дисциплинам. Если мы открываем этот список, у нас открывается вот такое два поля. Профильные и общие. Откройте их, еще посмотрите. Профильные и общие. Вот из этой выборки он формирует основную и дополнительную литературу. Общие, это те, которые входят в базу профиля. Здесь есть разделение базовые, есть дисциплины по выбору вариативные. И вот здесь в списке мы это можем посмотреть. И дисциплина. По какой дисциплине мы ищем? По этому направлению. Вот они здесь все приведены. Если чего-то не хватает, сообщаем библиографам, они это будут дополнять. И свое РПД загружаем для загрузки, чтобы в следующий раз эту дисциплину уже в список включили. Поэтому не бойтесь. У нас очень доброжелательные библиографы, очень внимательно относятся к клиентам, поэтому сообщайте. А вот моей дисциплины нет. Они скажут, что нужно сделать. И вот мы можем выбрать. Основная или дополнительная литература нам нужна. И отметив, да, и погоду. Если у нас есть требования не старше 5 лет, не моложе 3 лет, эти варианты мы тоже можем здесь указать. То есть мы задаем все поля поиска, применяем фильтры, и он нам выдает список литературы, которая подходит под наши критерии запроса. Самое главное, вот эти критерии задать правильно. Вот он нам идет. Что мы ищем? Бакалавриат. Направление подготовки, бакалавриат, по дисциплине алгебра. И нам нужна основная литература. И он нам все учебники, учебные пособия, там с грифами и без грифов, он их нам выдаст. И уже из этого мы можем себе в список источников вставлять, в список литературы. Основное, если здесь будет дополнительное, то дополнительное. Один из вариантов, как можно тоже себе немножко упростить жизнь. Если у нас есть литература, это очень хорошо, но когда разрабатываешь новую программу по новой дисциплине, вот с этим сталкиваешься. Тогда не поленитесь, зайдите в книгообеспеченность, посмотрите, в других ЭБС тоже такой ресурс есть. Сейчас этот сервис с большим вниманием к нему относится, он хорошо развивается. Начните с этого, а потом уже идем в общий каталог, если мы здесь ничего не нашли, и в другой РПД. К оформлению списка литературы. Еще один момент, на который мы иногда запинаемся. Просят вставлять гиперссылкой, но гиперссылку не выделять синеньким подчеркнутым, да, ну это форматирование, мы ее делаем просто черной, но она остается гиперссылкой. Вот это вот просят делать, когда в библиотеке и в не тот отделе проверяют актуальность гиперссылок, они по ним будут обязательно приходить. Кстати, в интернет-ресурсах, когда мы этот раздел в РПД прописываем, ссылки периодически проверяйте, они имеют тенденцию убегать, да. И в интернет-ресурсы не включайте электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, они к ним не относятся. Туда нужны сайты, нужны какие-то там сайты исследовательских организаций, корпоративных и прочее. Но если уж вы их туда включили, посмотрите потом, где они у вас будут использоваться. Либо для самостоятельной подготовки студентов, вы их укажете, либо фонд оценочных средств. Но они обязательно должны быть к чему-то привязаны. Не просто, ну, там почитайте что-нибудь на досуге. В наших описаниях электронными учебниками мы часто пользуемся из электронных библиотек, и студентам на них даем ссылки. Поэтому очень важно правильно вот это оформить в РПД. Если мы даем, вот здесь пример, у нас приведена ссылка полностью на страницу электронной библиотеки, где расположен сам учебник. То есть на сам учебник. Вот у нас здесь все приведено. А вот эта сокращенная ссылка сокращена до первого доменного имени, так, как потребовали из метод отдела. Не надо писать. Это хорошо здесь у нас на одну строку. А вы же знаете, да, иногда у нас и на две, и на три строки может расползти ссылка. Представляете, что у нас будет твориться в РПД? Они просят сокращать до первого доменного имени. Но сокращать нужно правильно. Если мы сделаем просто... Вот так бы выглядела эта ссылка в полном варианте, в чистом виде. Но сократить ее до первого доменного имени нужно тоже правильно. С помощью, опять же, нашего Word форматирования и работы с панелью меню. Если мы просто откусим вот так, а я с этим тоже часто сталкиваюсь, преподаватели просто берут, а вот эту часть убирают. А все сократили до первого доменного имени, и все правильно. Если мы сделаем просто вот так, откусили динозавры, то нас по этой ссылке будут выбрасывать на главную страницу библиотеки. Все. Не на книгу, на библиотеку. А мы же РПД даем студентам, а они в последнее время начали засовывать нос в наш РПД по части литературы иногда. Не знаю, как у вас, у нас засовывают. И он переходит, попадает сюда и говорит, а что это? А где же книга-то? А как мне ее найти-то? А зачем тогда ссылка-то? Сокращение ссылки. И не пользуйтесь кликерами для сокращения ссылок. Они будут давать абра-кадабру. Нет, сокращаем очень просто. Правой клавишей в списке литературы, правой клавишей мыши, выбираем гиперссылку, если нам ее нужно создать, или если она есть, нам нужно ее заменить. У вас будет здесь «Изменить гиперссылку». Вот, тогда выбираем «Изменить». У нас открывается окошко «Изменение гиперссылки» или «Создание гиперссылки». Окошко будет одинаковое, название разное. На что обратить внимание? Вот на это поле. У вас здесь должно быть написано вот то самое первое доменное имя, вот та самая строчка, которая у нас и будет в списке источников фигурировать. Затем у вас должно быть нажато вот это, файл веб-страницы, и адрес. А вот адрес мы сюда вводим. У нас стоял вот такой адрес, нас выбрасывал на головную страницу библиотеки. А мы должны взять вот этот адрес, скопировать на саму книгу, и вот сюда его поставить. То есть у нас в тексте будет вот это короткое название, а ссылка работать будет вот эта. Она как бы прячется за этим текстом. Нажимаем «Окей», и тогда при переходе по вот этой короткой ссылке мы попадаем не на главную страницу, а попадаем уже на сам учебник, и легко его можем читать. Это вот удобный способ, когда вам надо дать ссылку на какой-то сервис, ресурс или на страницу. То же самое можно делать и при оформлении интернет-ресурсов для своей РПД. Вот так вот сокращать ссылки, которые, если мы даем на какие-то сайты, могут на 2-3 строки у нас растягиваться. Сокращаем до первого доменового имени, и создаем вот эту ссылочку, делаем правильно на сам документ. Вот это вот простая совершенно вещь, но мы про нее тоже иногда забываем. Не всегда ее делаем. Просто откусили динозавром кусок от ссылки, а что там получилось, да бог с ним. Потом нам из метода отдела заворачивают 150 РПД, а у вас ссылки неправильно оформлены. Поэтому вот такие простые вещи, но если даже обратить внимание хотя бы на них, и особенно вот эту вот вещь с компетенциями, даже вот я вам вот эту картиночку ручной, начиная с рукописного варианта до автоматизации в презентации, она есть. Просто подумайте, какие здесь еще могут быть варианты для такого спасения утопающих. Ну, даже вот эти мелкие моменты, на которые, если на них обращать внимание, которые мы сегодня успели с вами рассмотреть, они реально экономят значительно. Во-первых, время. Во-вторых, нервы. В-третьих, можно помочь не только себе, можно помогать и своим коллегам, просто давать вот эти подсказки, и обстановка моральная, по крайней мере, на кафедре немножко становится полегче, за счет того, что мы избавляемся вот от этого. Я помню, как у нас одна преподавательница очень сильно переживала, там действительно человеком был чуть ли не шок, она не могла убрать вот эти разрывы, у нее все таблицы расползались. Только когда мы попробовали разные варианты и нашли тот, который работает вот здесь, она начала его применять, говорит, боже, я сидела над этим полтора часа, я не могла справиться с одной РПД, у меня их десятка три, которые надо сделать, причем за сегодня, и везде вот такая проблема, и у человека реально было давление, да, волокордин, валидол, и вот такие вот вещи мелкие, казалось бы, они выбивают очень сильно из колеи, поэтому мы сегодня вот начали с таких мелких вещей, на которых мы можем убрать вот эти проблемы. И, коллеги, мы сегодня добрались до нашего завершения, нашей сегодняшней встречи, благополучно добрались, в конце я вам даю вот здесь ссылку на группу в фейсбуке, куда можно тоже присоединяться, задавать свои вопросы и по форматированию, и по оформлениям, и свои варианты тоже не боятся предлагать и публиковать, там у нас будет такой вот объем, объем большой, надеюсь, информации, и там мы будем меняться такими подсказками, не только на вебинарах, но и внутри группы. Это очень важно. Кто-то что-то придумал, кто-то что-то попробовал, оно заработало, реально помогло, ну, давайте поможем друг другу, спасение утопающих, делая рук самих утопающих. Можно, Наталья Анатольевна, для статей электронный адрес вот так сокращать можно, но уточните, если вы это для публикации в каком-то научном издании, лучше уточнить, можно ли сокращать, допускаются ли сокращения, просто напишите им письмо, допустимы ли сокращения, они скажут, да, окей, и сокращаем, главное, чтобы ссылка работала. Попробуйте сократить, если скажут, ой, нет, дайте полную, на три строки дадите полную. Для статей, в принципе, это важно, чтобы она была работающая и вела куда надо, для того, чтобы корректор, редактор, или если вдруг еще остались библиографы в издании, он мог открыть, и они же все источники открывают и проверяют, чтобы он по этой ссылке мог перейти и попасть куда нужно. Для статей есть вообще-то дуи, поэтому если вы сократите, и есть дуи, страшного точно ничего не будет. И, коллеги, в завершение напоминаю, я задавала вопрос, сейчас я пойду создавать вам сертификаты, выдать, и напоминаю, у нас был вопрос, нужен ли нам вебинар по автоматизации, по автоматизации вот этого момента с созданием РПД, нужно ли посмотреть, какие есть предложения у разработчиков платформ, какой есть положительный, позитивный опыт у некоторых вузов, они готовы это показать и рассказать. Если это интересно, во вкладочку «Вопросы», пока я буду сейчас делать вам сертификат, пожалуйста, напишите, да, можно сюда, только лучше во вкладочку «Вопросы», да, пишите просто «Ав нужно» или просто «Ав автоматизация», да, посмотреть, какой есть опыт. Да, Наталья Георгиевна, спасибо, про ролики, сейчас я сначала выдам сертификаты, потом сделаю ролик, хорошо, ссылку, спасибо большое, про ссылку на ролик помню. Ну что ж, коллеги, давайте я вам сейчас дам, сейчас я его вам попробую сразу вытащить, и тогда мы уже к нашим завершим, и будем спокойно делать, спокойно займемся сертификатами. Так, сейчас я вам вот эту ссылочку дам, вот, вот она, вот эта ссылочка на видеотеку, я там собираю плейлисты записей наших вебинаров по различным вопросам, так или иначе касающихся и оформлений, и библиографии, и про антиплагиат, вот там сейчас у меня плейлист, около библиографический, там есть записи вебинаров по антиплагиату, по поиску литературы, ну, так, чтобы не по всему каналу искать, а можно было посмотреть в едином сервере, в едином месте, в едином окне. И второй плейлист, там вот эти вот мелкие ролики, видео, оформление в Ворде, да, вот, ну, будет пополняться, просто ссылочку вот эту забирайте себе. Ну, что ж, коллеги, на этом мы нашу встречу с вами завершаем. Всем хорошего дня, хорошего настроения, берегите себя, и приходите на наши вебинары. Не забывайте ставить лайки, видео, записям вебинаров, которые вы смотрите на канале. Всем удачи, до новых встреч, до завтра.